Многие проезжали это с виду ничем не примечательное село десятки раз, даже не останавливаясь. И я не исключение. А между тем, как раз таки самое интересное всегда находится под носом. Но мы этого не замечаем. Я говорю о селе Пашго, друзья. Меня зовут Антон Новоселов и я приглашаю вас в путешествие по Коми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добравшись до села, мы долго не раздумывая отправились в местную библиотеку. Кто как не библиотекари, эти хранители рукописей, папирусов и древних текстов смогут рассказать нам об истории Пашги. Кстати, сама библиотека находится в здании бывшей церкви. И с ней связана одна очень интересная и запутанная история, которую мы обязательно вам расскажем. Но позже. Первое упоминание о Пашге, писцовой книжке, было в 1586 году. Допоним, это Пашга, два значения. Одно значение – это как бы тупой, курносый, находится, потому что на горах, и вроде это самое. А другой – Пашга, поджига, то есть как бы на горелом месте. Также рядом у нас находится гарья. Вот она уже точно расшифровывается как бы гарья, горелое место. Здание, где мы находимся – это церковь. Раньше была деревянная, потом деревянная, двухэтажная. И в 1835 году была построена вот эта каменная двухэтажная церковь. Вначале освящена была нижняя теплая церковь. И только 20 июня 1847 году была церковь полностью освящена. Где-то в 1936-х, наверное, когда где-то церковь разрушили, колокол, когда его сбрасывали с колокольни, то гул стоял, говорится, что вся Пашга чуть ли не тряслась, потому что большой колокол был. Кто именно утопил этот колокол, никто не знает. Люди искали, но до сих пор этот колокол не найден. Прикиньте, я не знал, но вот этот журнал «Морзилка» до сих пор выходит. С ума сойти. Я в детстве был большим фанатом и поклонником «Морзилки». Очень хотел себе такой билет. А еще здесь еще один уникальный читатель есть. Пойдемте, пока. Пойдем, пойдем. Он ушается. Видишь? Только не беспокой его. Ну а чем, собственно, знаменита Пашга? А вот чем, друзья. В том же здании, что и библиотека, только справа располагается местный дом культуры. А на его втором этаже в концертном зале проходит выступление местного детского инструментального ансамбля. Накануне завоевавшего третье место на международном фестивале. Именно здесь собраны уникальные музыкальные инструменты, сделанные руками коми-умельцев. Это вам не просто дудки и трещалки. Почти с каждым из них связана интересная история. Нам удалось не только пообщаться с руководителем коллектива, но и вживую услышать, как они звучат. Почти все наши коми-народные музыкальные инструменты, они родились большинство в быту. То есть, когда что-то делали, случайно услышали звук и совершенствовали. Самые разнообразные трещотки есть. Вот здесь это изготовлено оспажки, например. Это вот у Большакова в кооперативе. Трещотки по коми называются точка-чан. Вот, если так сыграть, то как сороку изображаем это. Следующий инструмент тоже очень интересный. Трещотч. 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 Трещотч, да? Он изображает дятла. Если как-то очень аккуратнее, то тетеревые на такую вот. Он тоже был бытовой. Именно деревянный сначала, потому что металл по началу был в дефиците. Вешали коровом на шею. Часто дети сравнивают с противотанковой гранатой. Ну, похоже на сам. Ну, когда услышали. А, маракасы. Маракасы, да. А по коми называется шуршар, шуршит. А, шуршар. Шуршар. Тут даже уже отметили, да, такие, соскрывать караке вот. Нет, нет, специально для того, чтобы... А, специально сделано? Да, чтобы она звучала. Ага. Да, разная подходит. А с обратной стороны, если... Какой звук будет? Нет, интересно. А, ну, тут такой... Тоже своеобразный. Да? Я только что открыл инструмент по-новому. Да. Мы тоже с детьми когда-то приходят, и говорят, давайте придумаем вместе название этого инструмента. Вот и... Вот дровофон, когда говорили. Дровофон. Дровофон. Да, мощно звучит. Не то, что это... Не то, что обычная репипка, а если так обычно... А если так? Серьезно? Следующие, да, называются гумпылены и чипсоны. Они были из дутника, такая полая трава у нас растет. Дутник или дягерь. Спокойно называется гум. Очень похоже на борщевик, но только борщевик ядовитый. Это было можно применять даже в пищу. А, можно? Да, молодой, да. Такая трава. Вот, и, как правило, на них играли женщины, на чипсонах пыленых во время сенокуса, когда вот сено еще там сохло, после обеденного прерыва, нечего делать, более опытная женщина настраивала, всем раздавала, и вот в ансамбле женском играли вот такие пыленых на них пыленых. Вот они звучат. Это чипсоны маленькие, а слово пищать. Угу. Вот большие звучат. Басган или Басган, вот, у них, на них, не Ненецов, по-разному тоже у всех, по-разному называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уникальные и оригинальные эти инструменты отполированы руками умельцев и мастеров в течение долгих лет. Удивительное, как говорится, рядом. Усладив свои уши национальными песнями, мы отправились посмотреть на само село. Живописная природа Коми во всех ее уголках. И этот уголок Пажга не исключение. Скромные домики, раскиданные по холмам, мне очень напомнили уже знакомое вам по нашим передачам село Иб. Но что-то все же по-другому. Друзья, сейчас мы вам покажем одну из местных достопримечательностей. Это дом, построенный без единого гвоздя. Конечно, может быть, состояние у нее сейчас не ахти, но я думаю, на тот момент, когда только-только он был построен, это было, конечно, круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дети здесь катаются на лыжах, люди ходят по делам, и жизнь идет своим чередом. И что меня всегда умиляло в деревнях, так это спокойствие и тишина. Вот этой неспешностью и отличается глубинка от больших городов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все же здесь не забывают о будущем Пажги, заботятся о культурном и творческом воспитании детей. Я приглашаю вас в мир детства. Ну, рассказывайте, как живете. Нормально. Нормально? Хорошо. Нравится садике? Да. А вообще в Пажге нравится вам жить? Да. В город не хотите? Нет. Молодцы. Ну что ж, друзья, сзади меня среднеобразовательная школа села Пажги. Вот здесь, веди туда камеру, интернат. Вот там общежитие интерната. И мы сейчас с вами попробуем подняться туда на пятый этаж и заснять панораму села. Это сейчас будет, прорваться будем, наверное, сквозь. Ну, этих, знаете, типичных бабушек, которые со спицами могут вас чу-чу-чу, но никогда не пропустят внутрь. Но мы попробуем это сделать. Ну что ж, друзья, вот идет процесс согласования нас на верхний этаж. Прошу обратить внимание сюда. Тут трехлики, киношники хотят на чердак подняться. Да, я хочу подняться. Я провидеться. Победа. Победа. Мы победили всех. И завираемся на одну из самых высоких точек Пажги. Это общежитие интерната. И сейчас здесь будет, наверное, великолепная панорамка. Мы сейчас вам все покажем. Безбрежной дали республики Коми. Когда-нибудь отправимся путешествовать и туда. Вот есть олени из тада, да, есть лосиная ферма. А вот здесь вот так вот, собственно говоря. Вдоволь намерзнувшись на крыше и обозрев панораму села, мы отправились в культурно-национальный центр села Пажга. Где еще, как не здесь, мы сможем узнать, чем жили и чем живут пажгинцы. А работа здесь кипит. Работники центра делают все, чтобы старинные ремесла не канули в лету. Первым делом мы отправились туда, где можно что-то сделать для дома. Мне, как новичку, было интересно посмотреть работы уже умелых гончаров. И ничего, что они на десяток лет младше меня. Глина глиной, но в своих рабочих поездках я всегда помню о своей второй половинке. Вот, Ксюша, такую гвоздику великолепно сделала. Неужели взрослые бородавые дядька не сможешь сделать такой вот розы? Ну что ж, объясните, приступим. Приступим, да. Значит, так как малыши делают гвоздику, она делается просто вот так. А для розы, значит, сгибаем вот так. Полосочки с обоих сторон должны быть одинаковые. Нет, уже не так. Уже вот серединка, этот угол к этому углу. По серединке вот по этой, да, там согну чуть-чуть. Ага, правильно. И вот так, да, соедините. Правильно? Да-да-да, правильно. Только соедините. Закругляем. Уже что-то оформляется. Сейчас ребята будут выжигать деревню. Ну не то, что как фашистско-германские захватчики. Нормально возьмут доску, выжигать им. Будут, наверное, выжигать образ своей родной пажги. Где-то будет там река проходить. Где-то вот это здание. Где-то в ДК. Где-то церковь. Нормально. А я делаю розы. Будет жене подарок. Привезу такой. Что ты мне скажешь? Привез спажги. Я скажу, вот тебе, дорогая. Среди декабря месяца. Такую прекрасную розу привез. Екатерина Александровна, расскажите, как вообще тяжело работать с детьми? Когда их много, конечно, работа такая, что надо успеть подойти к каждому. Но работа интересная. Если что-то иногда даешь свое, а дети придумывают, сантазируют сами. Очень интересно. Это очень даже нравится, потому что не только сама, но и дети могут. Мне нравится работать. Работаю, тем более я с самого начала, с самого открытия центра, когда открыли в 92-м году. И вот так. С 92-го года? С 92-го года самого открытия, да. И вот вы, ну, именно вот по Берестепле делаете? Именно по Берестепле, да. Это вот я училась у Аверида Семеновича. Это мой учитель. Также со школы к нему ходила. Вот это стало моим родным делом, любимым делом, да. Теперь так, ага, все, понял. Сюда же, да? Нет, наоборот, только вот белой стороной, вот так. Потому что они если будут закручиваться, а нет, вот правильно-правильно делали, да, вот так есть, ага. Да, ты башни. Вот все, мастер превзошел, верни. Ученик превзошел мастера, все. Так. Да, очень пышная, разноцветная и красивая. Я довольна, получилась красивая. Ну все, пятерку по плетению Бересты я получил. Есть поговорка, кто работает, тот и ест. Я поработал сегодня на славу, а значит могу смело отведать блюда коми национальной кухни. Но, как говорит еще одна поговорка, без труда не выловишь рыбку из пруда. Поэтому я одел фартук, помыл руки и принялся внимательно слушать и исполнять указания мастера. Раскидываем белый порошок. Белый порошок, который ржаную муку. Ржаную муку. Это серый порошок. Мы с вами сегодня попробуем сделать пирожки. Угу. С морковкой. То есть надо отрывать вот такие небольшие кусочки, да? Да, небольшие кусочки, грамм по 50. Ага, вот такие, да, 50? Да, да, скатываем. А как в колобочек, да, просто? В колобочек, да. Колобочек. Да, потом берем мы скалочку. Скалочку. Да. И раскатываем сланцы. Надо болеть, да? Да, в муке, чтобы она не приливала. Угу. Так, и вот так мы раскатываем сланцы. Готов. Слушайте, у меня прям чувствуется, как заправский повар. А, у нас капуста. Ох, какой дародный у вас был. Супер пирожок. Пирожок. Так, на всю семью. Так. Ну, на ваш пирог две ложечки привезли. Так, еще. Еще положите. Еще, да? Икрываем. А вот половинку. Нет, от себя лучше. А, от себя, да? Вот так. Ага, хорошо. И вот так. 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 Да, я вообще не пробовал никогда стряпать. Ничего. А-а-а. То есть для меня... Так что у вас сегодня дебют? У меня, да, самый настоящий дебют сегодня. Так, желания заказывайте. А, можно, да? Полчак. Нет проблем? Да. В нашем центре все желания исполняются. А чтобы особо перед Новым годом... Опять загадаю, как все для захватить эту планету. Ха-ха-ха. Первый раз не покорилась? Нет. Не покорилась. Не захотела. Ездили в ИП, загадывали чего-то. Не покорилась. На какой уровень? Средний. Средний. Вот туда, да. Отлично. И закрываем, да? И закрываем. И на сколько мы? Минуточек? Минуточек 15. Я сегодня впервые занимался лепкой пирожков. И их впервые, на самом деле, погружал вот в этот замечательный дыховой шкаф. Никогда, никогда ничего такого подобного не делал. Мой предел это перемене яичницы. Все, смотрим, ребята. Запах такой идет отсюда, что... Ух. Есть. Ну что, по-моему, успех. По-моему, успех. Вообще, крутотель. Ваш большой пирог. Ну что ж, дамы и господа, наш ресторан Пажга. Рад видеть вас у нас в гостях. Милости просим. Друзья, ну все, огромный самовар уже горяч. Сахарок, чаек, все есть. Милости прошу вам. Давайте, залазьте ко мне в телевизор. Угощайтесь. Ну что ж, а чем же еще занимались жители села Пажга, когда корова была надоена, сено для нее заготовлено, и выдалась свободная минутка? Первый раз. Первый класс. Так, первоначальная. Да, давайте первоначальная. Вот обычная учебная доска. Угу. Вот. Так, расчерчиваем обычно щетку. Ну что ж, друзья, немножечко терпения, немножечко умения, и, собственно говоря... Шедевр готов. Да, шедевр готов. Подносик. Нет, конечно же, на самом деле, друзья, это тяжелый труд, это, безусловно, искусство, это талант, это, я не знаю, это, наверное, часы и часы картинья над доской с резаками, причем, то есть, мы с вами освоили всего лишь вот такой инструментик, а ведь их сколько, и, то есть, чтобы готовить уже, наверное, такой поднос, нужно, ну, как минимум, прозаниматься год. Так-то вот, по дереву резать, не в камеру фигню всякую нести. Деревенская жизнь полна забот и хлопот круглый год. Если не косят сены и не занимаются охотой, то сидят дома и занимаются ремеслом. Удивительная экскурсия, интересные факты и опыт работы на уникальных экспонатах. Это, конечно, не коробка автомат, хоть и две педали. Этот отодвигаем пока. Это отодвигаем? Да. Нажимаем на педаль. На правую, на левую? На правую, на левую. Нелегкая эта работа. Тащить из болота бегемот. Вот, там поправили. В конце поправьте. Вот здесь. Нет, вот там, ага. Все, и прижали бердом. Так, да? Да. Опа. Получилось? Да. Получилось. И потом это все как-то между собой, да, еще? Нет, они вот так друг к другу прижимаются и все. У тебя получается левчок. Ну что ж, друзья, сегодня просто какой-то мега день. Чего я сегодня только не научился. На самом деле. И из бересты плести научился. И Коми пирожки готовить научился. И коврики-то делать научился. Ну что ж, время нашей программы не безгранично. Сегодня мы узнали, что такое пажга и с чем ее едят. Отрадно, когда в таком селе даже не райцентре. Кипит и бурлит такая активная жизнь. В наше время это большая редкость. А пажга, которая находится всего в 40 километрах от Сыктывкара, умудрилась сохранить свою богатую историю, культурное наследие и, что очень важно, активно продвигает это направление среди детей, чтобы помнили и ценили. Друзья, на самом деле, знаете, вот я сколько раз проезжал это село по трассе Вятки. Для меня это было просто пажга и пажга. Я не представлял себе, друзья, что здесь настолько удивительно, насколько здесь развита работа с детьми, насколько здесь развита инфраструктура, насколько здесь просто удивительные и очень добрые люди. Теперь, знаете, когда я буду проезжать куда-нибудь в сторону юга со своими друзьями, мне хватит рассказа об этом селе до самой границы с Кировской областью. И да, еще, говорят устами младенца глаголит истина, поэтому в конце хотелось бы сказать Мы любим нас!